Благотворительный фонд «Это чудо» при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашии представляют социальный проект «Мой новый друг». Начало самостоятельной жизни для любого молодого человека – особый этап, связанный с решением задач разной степени трудности. Для выпускников детских домов этот период сложен вдвойне. От того, кто окружает ребенка в этот период, какую поддержку оказывает, зависит успешность его самостоятельной жизни. Вот твое рабочее место. Давай встаем на рабочем месте. Так, все. Так, сегодня у нас кулинарный поединок. Вот так, с корабля на бал или из огня до вполымя, попал Илья, придя на экскурсию в техникум, где учатся будущие повара. Мастера решили, чем рассказывать и объяснять на пальцах, лучше дать человеку возможность самому примериться к предполагаемой профессии. Как выяснилось, Илья хорошо представляет, какими качествами должен обладать будущий повар. Терпение, аккуратность. Молодец какой. Два раза Илье повторять не пришлось. Движения его были настолько четкими и быстрыми, что мастер производственного обучения Алсу Алямова предложила ему всерьез задуматься о выборе профессии повара. Вот сейчас вообще тенденция такая, что мальчики все-таки больше поступают на эту профессию. У нас очень много мальчиков учатся именно по профессии повара. Я считаю, что она самая престижная профессия. Следующее задание кулинарного поединка было посложнее. Из предлагаемого набора продуктов участники готовили холодную закуску – канапе. Должно сказать, Илья всех удивил. Изучив эскизы и опробовав основные приемы оформления ингредиентов, он сделал все по-своему. Оригинальный. Очень молодец. Все и придумал сам. Молодец. Первый блин вышел совсем даже не комом. Кулинарный эксперимент Ильи Жюри оценила по достоинству, отметив и аккуратность, и правильное сочетание продуктов, и главное – оригинальность. Я сегодня увидел вот это все, что он сотворил, была действительно поражена. Фантазию ребенка есть, творчество есть. С ним можно работать, лепить из него можно что-то из него сделать. Возможно, будущий чемпион. Волтскиллс, а? Если он придет к нам, как раз набираю группу. В детском доме, в гимназии, да и во всем городе Илья известен как победитель всевозможных вокальных конкурсов. Участвовал он и во всероссийских творческих состязаниях, тоже успешно. Природа щедро наградила его и слухом, и голосом. Правда, в последнее время занятие вокалом Илья забросил, хотя все вокруг дружно уговаривают его продолжить. Это как хобби. Уже идет вот эта музыка, это как хобби уже идет. Я не знаю. В течение, может быть, недели я решу. Ну, там Татьяна Николаевна сказала, руководительница моя, типа. Будешь петь? Я такой, я не знаю, решу в течение недели. Но она хочет, чтобы я пел, занимался. Не знаю. Но даже если Илья не выберет пение делом своей жизни, его способности все равно останутся при нем. И будут радовать его близких. Он будет петь для друзей, которых у него и сейчас много. А станет еще больше. Ведь у Ильи очень верное представление о дружбе. Я считаю, что если друг лучший, и у вас взаимосвязь такая искренняя, прям. Мне кажется, все можно простить. Ну, если уж прям такое серьезное, я не знаю. У меня такого не было еще, если честно. В трудные минуты друг тебе поможет, там, вытащит из неловкой ситуации. Вот. И все время будет, мне кажется, не знаю, в моем понимании, все время с тобой находиться будет. Прям, ну, практически все время. Сейчас много людей. Илья мечтает путешествовать, жить в разных городах, со временем открыть свое дело. Желаний у него много. Чтобы они начали исполняться, необходимо немало усилий. И кто-то, кто будет подталкивать Илью и внушать ему, ты сможешь. Нужен такой человек, нужен. Очень хочется, чтобы в жизни Ильи все получилось, как он мечтает. И еще, чтобы по жизни он шел с песней. Русский парень от пуль не бежит, русский парень от боли не стонет, русский парень в огне не горит, русский парень в воде не тонет. Другом и наставником можете стать вы. Звоните 8 8352 76 68 68 8 967 476 68 68 или заполните анкету на сайте www.наставник21.ru Специалисты вас обучат, сопроводят и помогут подобрать воспитанника. Для создания видеоанкет и обучения наставников нам необходима финансовая поддержка. Помочь проекту можно, отправив СМС со словом «наставник» на номер 3434. Стоимость СМС 50 рублей на номер 3434. Поддержка проекта. Министерство образования и молодежной политики Чувашии. Национальная телерадиокомпания Чувашии. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного Фондом президентских грантов.